Всем привет! Продолжаем рассматривать работу художников, скульпторов. Люксембургский сад, Париж. 1887 год. Холст масла. Альберт Эдельфельд. 141 на 186. Перед зрителем картина из парижского цикла Альберта Эдельфельда. Здесь он использует наработки своих французских учителей и изображает типичную сцену на парижских бульварах и в садах. Знаменитый Люксембургский сад, в котором собирались для отдыха и прогулок горожане, заложенный еще в начале 17 века. Одна из достопримечательностей Парижа. Для мастера характерны свободные владения композицией и особый талант создавать очень живые сценки повседневной жизни. На переднем плане слева расположены боны со своими воспитанниками. Эдельфельд играет на контрасте белого и черного, а также на сопоставлении фигур. Невесомые ткани платья девочек и плотные тяжелые материи облаченных их нянь. Дамы справа все за сизых нарядах словно сливаются с дымкой, окутавшей деревья и небеса слева. Эта колористически сложная композиция поддерживает атмосферу оживленных будней. Глаз зрителя невольно перебегает одного плана к другому, которые связаны одинаковыми оттенками. Художник добивается динамики, используя ограниченный набор цветов – белый, черный, серебристо-серый и теплый бежевый с небольшими акцентами бордового. Достоинством работы является особое сочетание непосредственности поз и сценок с характерной для мастера монументальностью и статностью в изображении фигур. Этот холст, как и другие его произведения, хочется долго разглядывать. Неудивительно, что Эдельфельд является одним из самых талантливых и известных живописцев Финляндии. Вот такое описание нашел в интернете к работе Альберта Эдельфельда «Люксембургский сад. Париж. 1887 год. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok